Это муниципалитет Мария Антонова и префектура управления транспортом управления строительством. Значит так, я предлагаю начать с самого главного, самого основного, то есть ситуация у нас какая? А, от храма у нас есть? Можно сказать, что у меня от храма только. А, юрист вот у вас здесь. А, да, да, юрист. Значит, общая ситуация такая, да, что у нас существует в Межгородский юрийский центр наш. Межгородский юрийский центр, который у нас является собственником здания Бахрушинского приюта. И собственником земельного участка у нас прописано, кто же вы, в декабре 2015 года получено свидетельство, в котором у нас обозначено без обременения. Теперь у нас получается, что вы разработали проект, проект ограждения своей территории, фактически полностью отгораживаясь и от жилых домов, и от храма от всего. То есть полностью от жилых территорий. Может, по-настоящему вам этот проект согласовало. А теперь мы возвращаемся к основному вопросу. Это наш план неживания территории. Вот представленных материалов у нас есть. Значит, публичные слушания у нас проходили в 2014 году, и решение окружной комиссии было, значит, по сервитуту там было четко указано. Значит, у нас было два заявления от жителей по установке сервитута проезда от первого Рижского переулка к жилым домам и, соответственно, к храму тоже. Вывод окружной комиссии был заказчику учесть предложение. Значит, мы получили письмо департамента, ну, практически даже не мы получили, а вот настоятель храма, в котором у нас департамент имущества разъясняет нам, что в настоящее время представленные материалы неживания проходят экспертизу структурных подразделений департамента, и в случае отсутствия замечаний указанный проект неживания территории квартала будет утвержден распоряжением департамента ориентировочный срок утверждения проекта неживания июль-август 2016 года. То есть в настоящее время у нас проект неживания не утвержден, и мы имеем все шансы сейчас наш сервитут отстоять для того, чтобы мы его включили. Потому что по постановлению, которое у нас сейчас регулирует данное отношение установку публичных сервитутов, если мы не успеваем сейчас, дальше мы уйдем очень надолго и очень проблематично. Поскольку у нас постановление 753-е, постановление правительства Москвы, которое регулирует правоотношение об обременении земельных участков и ограничениях их использования в городе Москве. У нас предусматриваются два порядка, что либо публичные сервитуты в городе Москве могут устанавливаться, правительство Москвы, в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности. Так, это не то, значит, границы, предлагаемых установлению зон действия публичных сервитутов, в отношении формируемых земельных участков, обосновываются и утверждаются в установленном порядке в составе проектов неживания территорий. Если у нас проект будет принят, дальше начнет действовать у нас инициативный порядок, и мы опять выйдем на новые публичные слушания, и для того, чтобы прийти к распоряжению постановления правительства Москвы, которое установит публичный сервитут, мы пройдем с вами опять полностью весь круг. Для чего, если у нас фактически все это было закреплено уже на публичных слушаниях 2014 года, и в настоящее время у нас не утвержден еще этот проект? Можно вот департамент имущества по этому поводу послушать, это правильно, вот все, что мы так понимаем? На самом деле, сейчас этот проект находится в университетном управлении. Скажите, пожалуйста, какие наши действия должны быть? Необходимо ли письмо за подписью префекта, еще раз, как председателя окружной комиссии, напомнить, что у нас было решение, что заказчику учесть это предложение, для того, чтобы мы не потеряли вот это вот время и не ушли потом... Ну, если этот сервитут находится на территории НКЦ, то, конечно, и в департаменте, у нас нет никаких вариантов, и их каким-то образом, потому что у них участвов в собственности обязать, чтобы они там установили. Но у нас постановление правительства, что в том числе и публичные сервитуты в городе Москве устанавливаются в правительстве Москвы в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности, а также в отношении земельных участков, государственной собственности и так далее. У нас же прописано, что и в том числе в частной собственности. Потом рекомендация была 18 ноября 2014 года, тогда еще не были собственниками. Есть закон города Москвы, о котором упоминается в упомянутом письме, могу кофе издать, когда департамент ответил храмом. В законе города Москвы четко сказано, органы государственной власти Москвы устанавливают сервитут своим решением. А владелец участка, если его это не устраивает, он может обратиться за тем, чтобы ему платили компенсацию за то, что он участок обременен сервитута. То есть это спор уже будет между владельцами участка и государственными органами Москвы, а жители от этого страдать никак не будут. Либо это мы не так предупреждены. Департамент может обязать собственника участка, это все равно собственник участка должен соглашению сторон, согласиться на этот судебный, если он не соглашается, то судебный порядок. А департамент рассматривается каким-то другим нормативным порядком? Может мы просто ваши какие-то не имеем постановления, потому что если следовать вот этому постановлению, то... Изъятий все. Дело в том, что участок уже сформировано. Мы будем судиться. Вырежены предложения по формированию участка, вы их не учили. Оброны на собственность. Отлично, чтобы нести изменения в участок участка, мы нести департамент. Ну как не может, департамент с вами не смешит, что читайте закон, а тебе не пользу. Слушайте, а жители-собственники своих квартир, своих придворовых территорий? У вашего же департамента, в котором конкретно ссылается на конкретные нормы, закон о землепользовании в Москве и постановление по правительству Москвы, вот сейчас процитировано. Конкретно ваш департамент на это ссылается. И закон конкретно говорит, что госоргута устанавливается не тут. Не по санисованию собственного, не через суд, а своим решением. То есть ваша задача просто проходить эту процедуру, и все. Давайте, давайте, значит, хорошо, эту позицию, давайте мы за подписью префекта организуем такое письмо. Вот опять же, ссылаясь на постановление, мы читаем, и вот таким вот, мне кажется, что это логично. Да, может быть, ваше юридическое управление нам как бы это поможет. Потому что они, может быть, они видят этот сейчас проект, может быть, на самом деле они этих нюансов не знают, поэтому, конечно, нужно написать вам юридические сроки. Екатерина Васильевна, можно обратиться с просьбой к департаменту имущества, чтобы они приостановили, приостановили оформление тех распорядительных документов, которые у них на сегодня есть, чтобы они его не убеждали, приостановили. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Более того, полгода назад проект ограждения был согласован и направлен в управу для рассмотрения Управа длительное время знала об этой ситуации Понятно, что ситуация непростая Я понимаю, что были другие люди, была другая ситуация Конечно, сейчас согласоваться очень сложно Мы находимся тоже в непростой ситуации У нас есть документы, которые обеспечивают собственность на данный седельный участок Мы никуда не скрывались В открытой об этом говорили, что там будем закрывать территорию Да, будет необходимо обеспечивать проезд к жилым домам, которые находятся рядом с нашей территорией Мы об этом неоднократно говорили Более того, в настоящем году мы пошли на встречу с дежителем района Мы перенесли сроки закрытия данной территории, как нас попросило Управа Более того, мы опять согласились на экстремальные проезды через нашу территорию Машины пожарной и скорой помощи Все это официально мы представили в Управе Поэтому здесь решение не за нами Решение за органы власти и управления в первую очередь Мы, законопослушные граждане, юридическое лицо Представляем государственную корпорацию Ростехнологии, не частные предприятия То есть акции за государство Поэтому в этой ситуации мы, повторяю еще раз, пошли в определенных границах навстречу жителям района управе Но выход, так сказать, за органы власти и управления То есть необходимо, наверное, с нашей точки зрения Конечно, так сказать, я понимаю настроение жителей района Конечно, неприятно, когда жители жили, так сказать, срок времени на территории И понимают, что территорию вроде как бы преджить жителям района Но, наконец-то, говорит немножко о руках, что земля была федеральной И сейчас настало собственно акционерное общество Поэтому мне кажется, нам кажется, что в этой ситуации Другие вопросы нужно рассматривать еще и нахождение каких-то альтернативных подъездах и подходов к данным жителям Данные дома на этой территории Скажите, пожалуйста, с чем связано ваше такое упорное нежелание Все-таки, вот, пойти на поле, заставлять и установку сербитуру для вот этих домов в жилах и для храм В чем вы для себя видите нарушение своих прав, безопасности В чем вы скажете? Я же сказал, что в этой ситуации у нас есть есть доступность Она не обременена никакими обязательствами Поэтому, если будет решение о формах власти правиле суда, естественно, мы починиемся эту ситуацию Если будет решение Добровольный порядок Добровольный порядок практически невозможно Потому что у нас есть решение о выделении нам земельного участка И мы не понимаем, как... Оно у вас было последние лет 7? Нет, нет, нет Документов практически оформленных законным образом не было Поэтому длительное время, поэтому там не наводился порядок Потому что документы оформлялись длительное время Сейчас они оформлены, предлагается навести порядок на данном имущественном комплексе Оградить его, чтобы там не бомжи не ходили, чтобы... Восстановите заборы, установите охрану Вы знаете, что говорит о том, что приватизация земель... Нет, вы знаете, можно я выскажусь? ...незаконная, поэтому если сервитут не будет установлен, то передача этой земли под дорогу на вашу собственность незаконна Есть только два пути Либо забрать у вас землю и установить сервитуту Забрать землю и установить сервитуту Если они будут, мы, естественно, выполним, но все, их нет Все будет Нет, значит, надо подождать, когда государство установит сервитут А потом обратиться к государству за компенсацией вам, ваших якобы расходов А еще лучше отказаться от этой земли, чтобы и расходов не было, и компенсаций не было А земли под дорогой Можно я предпочитать? Я в том, что все ведут согласно гражданского кодекса Останавливается тогда, когда невозможно, значит, доступ к данному, вообще невозможно В данной ситуации подъезд возможен, если его сделать нормально, грамотно Сейчас его нет Сейчас его нет Сейчас не скрываем Этого дома уже невозможно Сейчас мы не скрываем про трассу Мы же сказали, что мы не скрываем До 15-го числа проезда не будет Я же вам сказал, официальный письмо пришел Мы принесли сроки Мы принесли сроки Ну, то есть, вы предоставляете государству возможность за свои деньги организовать проезд в другом месте? На какой статус, когда вы незаконно получили эту юрис? Незаконно Вы же юристы? Да, нет Ну, слово незаконно, вы понимаете, оно уже виноведное решение суда и каким-то другим Будет суд, будет Будет законность приватизации, да, на земель Вам нужно вопрос задать, товарищу Скажите, пожалуйста, а как вы планируете в перспективе использовать земельный участок, который у вас в собственности? Планируете ли вы новое строительство? Планируете ли вы реконструкцию? Очень хороший вопрос Дело в том, что данный объект является объектом культурного наследия В отношении данного объекта Значит, департамент культурного наследия города Москвы Установленный предмет охраны То есть в этом случае другое какое-либо использование на объекты невозможно Поэтому, естественно, в этом случае возможно только лишь реконструкция и наведение порядка на эту территорию А в сдачу в аренду этих... В рамках, опять, закона об охране памятников истории, естественно Но в издании сдаются в аренду, это законно? А в сдачу в аренду, это законно? А в сдачу в аренду, это законно? Представите, что это как непорядок? На территории объекта культурного наследия возможно только реставрация И как в данном случае мы согласовали Воссоздание, утрачение исторического элемента Причь до этого оградения Ничего другого А у нас там исторически не было оградения? А если сказать, что не было? Нет, объясните, пожалуйста Хочется сказать, что именно... В аренду объекта культурного наследия для предприятия Я хочу сказать, может, что ограда... Сейчас по согласованию у нас... Смотрите, именно ограда разрушена за последние 7 лет Когда я неоднократно подходила к охраннику, который стоит, курит 7 лет, смотрит в небеса Я говорю, почему вы не охраняете ограду? Ой, нам это далеко, нам это не видно Они не следили за оградой И вот еще 7 лет назад была отличная ограда, не было только одной секции Сейчас там все разобраны, все столбы и все даже фундаменты То есть они специально это разрушали Вот такой вывод жителей, на глазах которых это все происходило Последние 7 лет, когда вот появился вот этот арендатор Ну, Москомнаследие, насколько я знаю, два года судак сиделось С Международским техническим... Ну, вы извините за организм такие, да? Судилось в арбитражном суде И штрафные санкции вы свои проиграли, правильно? По установке как раз-таки охранных обязательств Москомнаследие... Издавалась же эта ограда Я неократно видела с утра, как люди, ну, выезжают с ребенком Внесут эту ограду на вот этот металлоприем Который тут же под боком и находится Я не знаю, ваша эта территория или не ваша территория Ну, оград будет восстановлен в том же... Ну, мы надеемся, но почему... Вас спросили восстановить ограду, а вы хотите всю территорию взять и закрыть? Сделать закрыто, чтобы мы не могли туда ездить На историческом не была закрыта никогда Никогда Я в 76-м году живу в Первом Рижском переулке Всю жизнь ходил народ там и ездили машины А как вообще к храму можно закрыть дорогу? Это же просто вообще... Потом, там объект социального назначения Вы не имеете права к ним дорогу раскрывать Я, естественно, попрошу, давайте... Собственнику напрямую, потому что мы не можем найти на территории у нас Минуточку! Мы просто сейчас встадимся в голода, нас очень много И мы будем говорить все вместе Давайте тогда возникает вопрос Руку поднимать и будем предоставить слово Иначе мы сейчас спрашивают, что превратится Да, меня, пожалуйста, а почему вы... Против того, чтобы нам, жителей, доступ Ключ отворот дать И чтобы мы могли приезжать к своим домам То есть, и вы свою... Нет, допустим, просто они же даже на это Ну, гости могут и рядом на парковке стать Но вы даже на это не идете Вы ни на какой контакт с жителями не идете, на самом деле Вы поздно занимаете, надо оградить, закрыть Почему вы тогда не хотите хотя бы Жителям дать проект Шлагбаум поставить, как мы имеем право Я до конца не понял вопрос, где в том, что Повторяю, что акционерное общество юридическое лицо Понимаете? Есть земля, находится в собственности юридического лица Ну, это несколько месяцев Есть муниципальная земля Правильно? Мы не претендуем на муниципальную землю Есть земля, которая опорна органами власти управления Понимаете? Юридическое лицо Вот, если ставите какое-то предприятие на огороженном Вы что-нибудь говорите, что я дайте, а то зайду Вы же не спрашиваете, почему я туда не хожу Мы не посекаем на вашу собственность Вы пометите, кто на вашу собственность не посекает Нет, я объяснил, что есть нормальные правила То есть, есть территория, которая может быть огорожена Нет, она не может быть огорожена Давайте просто, если рассуждать в таком ключе То мы должны вас тогда посередине огородить кусочек Вы хозяин были на территории При этом, при все, мы ежегодно с помощью жителей ГБУ жилищника, ДЭЗа и так далее Постоянно убирались на вашей территории Вы возили кучи муки Они ничего не сделали А есть нормальные правила, по которым вы обязаны Свою территорию содержать в надлежащем состоянии А есть нормы и правила, по которым за объектами культурного наследия Вы должны быть соответствующим образом уже их Екатерина Васильевна, так вот выяснилось, что у них нет лицензии Ни на строительные, ни на реставрационные работы У них только рекламная деятельность Что это такое? Их надо вообще оттуда прогнать А можно еще в московом архитектуре заменить? Я с вами согласен Вам большое спасибо, министерин, спасибо большое Но, я просто заметил, что в тот период, когда все это было Вы делали абсолютно правильно, доброе дело Большое дело И для нас в том числе Просто документы еще не были оформлены Поэтому мы не могли этим заниматься Когда естественно культуре будет огорожено То естественно все это будет надо наслежать Мы будем опираться за нее отвечать, охранять, восстанавливать Все это будем мы делать, естественно А для чего все это восстановить? Можно задать? А дальше что будет? Местных жителей интересует? Вы столкасы произведете реконструкцию Что дальше будет? Реставрацию Что дальше там будет? Объясните Я от местных жителей Пожалуйста Рестораны Может, это будет Рестораны Может, это будет Обратно гнить Вы отреставрируете А все потом будет потихоньку приходить Опять такое что стоит Почему такое А что там будет? Объектом культурного наследия Объекта оставить Что там? Музей будет Какая-то школа у вас известная Какой-то валют Я на тебя вопрос не отвечаю Я просто не решаю Вообще Один из вопросов на нас Вы, собственник Беретесь за вастрадавление Объекты И не знаете для чего? Это не частная собственность Повторяю Это не моя собственность Даже если вы будете Получинстарский штат Вы не то на эту фору сегодня Нет ответа Нет ответа Нет ответа Еще к собственнику Церковь принадлежит Здание церкви Принадлежит собственнику? Нет А как же вы отдали церковь Собственность Епархию Мы ее не брали Вообще Семья года От церковь ведет то есть вот и до церкви значит церковь москва потом опять территории собственника начинать от московом архитектуре можно вопрос задать а имеют ли ну вот право собственник до ограничить вот прохода и не допускать жителей культурному наследию вот к этим домам имеет право наградить потому что сейчас там есть экскурсии минутку я хочу зафиксировать один момент потому что и снять этот вопрос потому что мы не ответим значит у нас был вопрос не дает поясним и фиксируем протокол что по цели использования у нас не неизвестны ответ у нас нет на этот вопрос просто зафиксируем это для себя дальше значит давайте хочу вам посоветовать просто направьте запрос в наше наследие потому что это уже буду отвечать не я я просто будет отвечать юридическое наше служба наше правовое управление максимально понятно и полностью здесь еще екатерина васильевна следует отметить что к историческому наследию постановлением правительства признан весь комплекс куда входит как здание принадлежащие собственнику на сегодня храм и другие строения и этот комплекс он рассматривается исторической точки зрения как единое целое и городе перегораживать его забором абсолютно нельзя не с исторической точки зрения не с культурной вот это тоже необходимо отметить что этот комплекс необходимо рассматривать целый комплекс признанные историю в том числе у нас между двумя жилыми домами существует ваше строение которое тоже вы имеете свидетельство который у нас там бомжатник который недавно горел который мы вычищали гбл жилищником вывезли оттуда просто какой-то непомерный там дня три-четыре мы возили бункерами отсюда вот все что там было свалено с милицией гоняли оттуда бомжей которые там жили после этого через неделю оно еще благополучно еще и сгорело а сколько лет у собственника арендовали магазин и до сих пор аренда продолжается незаконная торговля алкоголем и в ночное время уже слава богу вот ночью перестали торговать бомжи ушли я под сохранение культур культурного наследия бахрушинского приюта вынуждена создать было краеведческий клуб доброход мы занимаемся этим вопросом давно и сподвигло нас департамент культурного наследия в рамках проекта выход в город мы и занимались авторскими экскурсиями и так далее так далее очень рада видеть так сказать мариантонну вот и потому что ну стояла у истоков и так далее значит что касается вот этого памятника памятник конечно уникальный и вам повезло откровенно говоря но но значит как только это просто юристы должны четко проработать как только какое-то какая-то недвижимость земля и находящиеся на ней постройки заносится в реестр как памятник культурного наследия она тут же это недвижимость обременяется чем обременяется обременяется факторами использования через охранное обязательство и публичным сервитутом что значит это публичный сервитут это значит что вы вправе оградить этот памятник но но значит вы должны пропускать туда из техники с спецтехнику это не обсуждается техника которая идет на реставрацию каких-то работ внутри этого но в частности храма да вы обязаны и доступ пешеходным так сказать которые людям пешеходам экскурсантам которые и идут и знакомиться так сказать с этими с этим памятником и так далее значит одну минуточку одну минуточку это пешеходная ради бога здесь вопрос стоит закрытие транзитного так сказать проезда про проезда по этому памятнику и мы должны здесь очень крепко подумать значит с одной стороны это памятник уникальнейшая вещь я вам говорю чисто так вот уже профессионально простите меня почему уникальнейший каждый домик каждый домик он со своим кирпичным клеймом это такого нет вообще по москве этот центр экспериментальной педагогики где директором приюта был отец академика несмеянова мы сейчас очень дружим со всеми с академии наук потому что на 10 лет президентством там и так далее и мы очень заинтересованы в сохранности этого уникального объекта и были очень удивлены когда вы слава тебе господи купили это ваше право без обременения а почему без обременения обременение у вас должно быть обременение в использовании и обременение в доступе вот прошу подчеркнуть это спасибо у нас свидетельство государственной регистрации права и на строение и на земельный участок при наличии у нас объекта культурного наследия у нас недель не прописано у нас нет охраны охрана обязательства у вас установили недавно правильно а в реестре вы с 2007 года как только вы в реестре вы простите это федеральные законы как вы в реестре как памятник вы с обременением в общем путаница в документах надо все документы проверять проверить эту сделку по поводу купли-продажи этой земли в суд нет там не купли-продажи вот смотрите даже свидетельство на собственности мы берем у нас документы основания для регистрации их собственности ну даже не их а субъект права у нас ведет российская федерация документы основания постановление верховного совета российской федерации от 27 декабря 91 года да можно я скажу у нас сосед он генеральный директор трогода на пенсию вышел подачи издательством миссии и они вот все общались им рассказал такая ситуация у нас издательство мира он сказал что да приватизировано они еще землю вообще здание самые первые из всех издательств да то есть это даже ну что законно это факт но как тогда вам ее передали без применения культурного наследия вот это уже другой вопрос Росреестр определяет свидетельство о собственности понимаете чугунагу передают это не наш вопрос ну это все некомпетентные люди немножко где-то упускали какие-то моменты но мы купили этот участок но не купили мы его не купили мы официровали государство по слову став на капитал этого акционерного опыта то есть 18% такое государство понимаете вот отлично а мы тоже государство у меня вот такой вопрос я регулярно посещал эту территорию и сейчас я считаю что этот проезд там необходим то есть возможно ли вообще его перекрыть да то есть чтобы ограничить доступ и экстренных служб да и проезд жителей к своим домам то есть там по территории вот насколько это возможно вообще терять это мы переходим к следующему вопросу у нас есть повестки то есть смотрите идет речь о чем что мы хорошо берем все вот эту тему оставляем мы ее отрабатываем берем худший вариант нам закрыли территорию и нас не пускают что у нас получается какие варианты проезда вариант проезда вариант проезда через дворовую территорию сейчас у нас соответственно въезд перегорожит бетонным блоком мы его теоретически его можно снять из газона чуть-чуть когда умеет провод вот фотографии да это невозможно там нет 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 этот вариант сразу отвергается мы должны проработать все это рассмотрим мы рассмотрим вы там детский сад не купите чем дети будут дышать у вас мы не делаем владельцы мы пытаемся от обратного дойдем мы сейчас вообще докажем невозможно да я могу сказать всегда была пешеходная дорожка и там за гаражами остались три секции того бетонного забора который от гаражу территорию издательства мира от территории водоприбор это две были независимые организации которые устраивали для своих детей и детские площадки были отдельные выезды и то есть никак мы вообще с ними не были связаны дороги там никогда не было и рядом детская площадка лучшая в москве детский сад проходит прямо и там вот только может пройти женщина с коляской там тропинка на самом деле мы это все знаем вы поймите мы сейчас разбираем вот следующий вариант да у нас допустим закрыли насколько у нас возможно откроем мы через воровую территорию у нас там узкие абсолютно проездные проходы это раз есть у нас территория городская кондитерский цех у нас дошел или нет есть представители нету городская территория которая передана по долгосрочному договору аренды на 49 лет кондитерскому цеху которая расположена вот как раз тоже частично попадает в зону пик как памятника в окружеский приют но они имеют ну вот если у кого вот есть вот это не территория она имеет выезд на первый листок переулок да да у них большая территория у них там стоянка автотранспорта вот ворота посмотрите вот ворота то есть получается ну через территорию кондитерского цеха выезд но там арендатор вправе вам отказать тоже нам отказать про положение этой дороги правильно поэтому мы его сегодня приглашали чтобы послушать его позицию к сожалению вот ворота он нам открывает показывает вот это нам уже видно первый рижский проезд мы хотели послушать вот с точки зрения выезда вот этого допустим насколько это возможно или невозможно давать здесь дорогу с точки зрения вашей на комиссию надо выносить побезопасность дорожного движения вы себе представляете вот эту территорию где это было предварительно теоретически ваше мнение по этому поводу собственно собственник будет против да да конечно не проедет у нас единство но вообще да это комиссия безопасная работа у нас два проезда и территории если значит это соответственно там теоретически невозможно да про историческую зону 521-520 значит зона пашк если мы говорим про дворовую территорию то мы можем настаивать на том что у нас нету проезда поскольку дворовая территория этоarah то есть физически мы можем говорить у нас нету проезда для может это не проезд это дворовый мы это зафиксируем тогда попробовать наличие пешеходной зоны предполагается тротуар же должен быть нет наоборот пешеходы мы все-таки давайте сделаем допустим официально и наверное какую-то позицию до до проработки но я бежим они терпится форм стоял нам с ними надо говорить и вот он на среде нам понадобится вот этим куском вот тут вот маленькие это получается что мы залазим опять же мы можем не вообще теоретически похоже что нет не надо жить в этих квартирах они уже разобором значит единственно давайте еще одну позицию сразу фиксируем потому что ее уже озвучил мы фиксируем про то что вы согласны вчера нам письмо прислали согласны пускать скорую помощь вопросик если Мы обсуждаем второй вопрос. Если вдруг случится так, территория будет закрыта, все равно какой-то проезд будет обязательно организован. Правильно я понимаю вас? Да. Только после этого. Поэтому если на том проезде, который будет официально организован, проезд невозможен, то есть это спецмошенник. А своих арендаторов вы тоже не пустите? У них не должно быть никаких арендаторов. У вас 20. Пока там скорая помощь будет ездить и искать, человек погиб. Ответьте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у вас арендаторы. 20 машин в компании по установке кондиционеров. Вы их тоже не будете использовать? Просим освободить эту дорогу. Вы не знаете, что все-таки власть организует въезд на эту территорию? У нас есть. Нет, у нас есть. Мы довольны тем, что есть. Но мы не довольны тем, что у вас на этой общей сервитуте стоит 20-30 машин фирмы кондиционеров. Они арендуют 10 метров и заполняют своими машинами всю дорогу. Невозможно пройти с коляской. Да, конечно. А я у них спросила. Можно, да? Вы не повесили новое такое. Вы не повесили новое такое. Вопросы, которые были подняты в сервитуте на публичных слушаниях и чтобы эти требования были учтены. Потом, ну, Игорь Александрович, я понимаю, прекрасно, что вы получили это свидетельство. Значит, свидетельство вы получили в 15-м году, да? Неживание, квартава, было в 14-м году. По всей видимости, не получилось так, что когда вы подавали свидетельство, все документы на свидетельство, вы в недостаточной мере проинформировали всех организаций, которые занимаются управлением, о том, что через эту территорию существует один единственный проезд к живым домам. Это было департаментом имущества, наверное, в городе. Значит, вы... Как вы... Это федеральная полосема, да? Мы сейчас, ну, вот, да, Ренав, мы прекрасно уважаем всю нашу федеральную власть, да, вот, на улице партнерской области, город Москва, для префекции, для управления, первую очередь, интересные услышки, китаруха, и ваши комитеты интересные. И ваши вопросы, и ваши федеральные, которые вы собираетесь решать на этой территории, на которые действительно ничего нельзя не строить, ни в какую-либо вид деятельности. Здесь действительно очень много вопросов и к культурному наследию, и порядку оформления всех свидетельств, где ни в одном свидетельстве не указано о том, что это территория культурного наследия, на то, что она хранена в этом. Вот это надо все эти вопросы просматривать, решать. А вопрос, что или тут, на эту дорогу подъезд будет префектура, я думаю, поднялся на всех уровнях, почему-то, потому что жильщики, интересы, и китаруха, и китаруха, кто-то туда будет проходить, и скоро полноится, пожарная машина недостаточно. К нам привозят и продукты, и мебель. Да, мы собирали подписи, водоприбор против. У меня получается сколько? Раз, два, три, четыре, восемь. Десять. Десять. И Старая Алексеевская улица сегодня собирает подписи за нашу сторону, потому что они идут тоже гулять к нам. Я не знаю, как местные жители. Внести четвертый или пятый пункт в это, обязать собственника объяснить, что будет после реставрации на этом месте. Собственник не может дать никаких разъяснений. И поэтому у местных жителей очень большое подождение, что все будет продано. Продано все. Ну конечно, не обязательно вам давать. Десять мы не можем, но мы задаем этот запрос уже в росте. Ну вот человек хочет знать, что будет после реставрации. Мы все хотим знать, я тоже хочу знать, что она знает. Тогда мы не будем. Давайте, давайте, давайте. Что будет с этими знаниями, что будет с самим этим актамерным обществом и его актом? Можно вопрос такой? Скажите, пожалуйста, вот у нас там построено вот на углу вот этот эго-дом. Вот наверняка это элитное жилье и все прочее, они, наверное, тоже думали насчет проезда и так далее. Может быть, у них что-то есть уже на работе по этому вопросу? За ними отель в частной собственности, я уже смотрела. Нет, я понимаю, я понимаю, но как-то они... Нет, нет, это соседняя территория, это другой собственник. Это совсем не вариант. Нет, нет, нет. Это же все-таки эвитный. Ну а что другой собственник? А что? Почему? У них технически подземный гараж высоко, а сзади них стоит отель, который тоже... А к ним... Ну может быть, они разработали, которые тоже на них хотят рассчитывать. Это все. На территории у Покрушинского вообще нету получается. Они даже не примыкают. Потому что они с этой стороны у нас, получается, садикер-кисет, а с этой стороны вот этот отель, у них сюда нету. У них только на, получается, первый риск и на новый риск. Да, 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 да. Ну не знаю. Здесь вот говорю больше с кондитерской... Даже, смотрите, вот если дальше прогнозируют ситуацию, хорошо, мы опять берем тот вариант, с которым мы сейчас все будем бороться. Сирвитут мы установили, у нас есть проезд, вот так, как мы планируем, через центральные ворота туда, к церкви, да, и к жилым домам. А получается, вот смотрите, то есть, если мы берем, да, то... Нет, тут снова Алексей, вот у нас наша дорога, вот по которой прописан рекомендуемый сервитут. А, вот здесь у нас тоже. Я переживаю про то, что машины кондитерского цеха, чтобы у нас не пошли потом через вот так. А, конечно, у них же там целый гараж, целый парк. Нам обязательно тоже надо вот эту вот часть тоже, чтобы... Да, 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 это будет коллапс, потому что там сейчас начнется строительство, там уже сейчас вывозят машины мусора на водоприборе, и у них уже без нас коллапс там транспортный. Да, 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 да. И опять же, вот, кстати говоря, проработать вопрос вот этого второго выезда через них. Они в том году приходили, они хотели, кондитерский цех хотел сделать себе выезд на первый рифт. Они сами обращаются к Робаковым. В принципе, может быть, даже будет логичнее, если бы они его сделали, и параллельный вопрос отработать все-таки. И заезжали бы себе в свои дороги. Пускай, да, потому что они нам перекрывают очень, очень сильно мешают. У нас столько машин нет, сколько у них. С другой стороны, если это делать будет кондитерский цех, понятно, что он делает это сделать для своих машин. Ну, пускай. Да, да, так же они не перекроют. Да, но нам будет легче. Нам будет легче. Если бы они сервитуты к нашим домам и к храму есть по проезду здесь, пусть кондитерский цех себе делает по своему пути. Сейчас мы перейдем туда. Это было бы лечить. Да, вот это было бы хорошо. Кто-то им не дал дело. Ну, видимо, они посмотрели, какие пути надо пройти. Видно, может быть, испугайтесь. Но я говорю, мы отдельно с ними встретимся. Пользуйтесь и пользуйтесь пока. Но просто вы тоже, ну, они сейчас откроют нам, а потом закроют через кондитерский цех. Нет, 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 это уже мы говорим. Да, нет, нам надо, чтобы они сами выезжали через свою дорогу. И все, потому что они нам очень сильно перекрывают своими грузовиками. Но она должна быть как альтернатива. Да. Нет, она... До какого числа АО приостановила... До 30 октября, да, вы написали? До 30 октября? До 30 октября. Письмо есть до 30 октября. Прямо сейчас посмотрим. Спасибо. Могу вам продемонстрировать. Я думаю, мы за этот срок решим этот вопрос, я надеюсь. Вот, 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 вот оно. Так, вот. Письмо. Рассмотрела вашу просьбу и согласна перевести срок закрытия 2-го годного прохода проеханной дороги около 1-го корпуса с 15 июля на 30 октября 2016 года. Вот, да. Я думаю, мы за этот период... То есть проезд и проход по дороге по 1-го года, как мы будем понимать. До 30 октября. Да, проезд и по 1-го года. На каком этапе у вас работает сейчас? Подождите, а пожарная дорога, вот эта сервитутца? Тоже 30-го. Ну, какая у вас вопрос? Ну, да, тогда там еще перенесет. Скажите, нынешний проезд и проход как-то не доисмениться до 30 октября или нет? Будут какие-то преподы, чтобы проходить сейчас? То есть проезд и проход сейчас ухлы к 1-го корпуса. Он не поменяется. Сейчас проезд вокруг церкви закрыт. Так нет, мы же едем к домам. Подождите, секундочку. Вокруг себе церкви ездим. Нет, мы проезжаем за церковью, а выезжаем мимо 1-го корпуса. Слушайте, сейчас проезда около церкви нет. Есть? Как же нет? Есть. У нас там парковка. Мы заезжаем мимо церкви к 7-му корпусу, а выезжаем мимо 1-го корпуса. Иначе мы как всегда так было. Около 1-го корпуса будет проезд по дороге к домам. Ну, на шлеме, на шлеме. А где закручиваете? Да нет. Мы въезжаем до церкви, объезжаем церковь к 7-му корпусу, а выезжаем с другой. А вы дальше огораживаете, покажите, пожалуйста. Остальная территория будет закрываться. Нет, здесь проезд сейчас вокруг церкви нет. Есть на проезде. Есть проезд. Да все там едут. Вы что? Да вы ни разу там не ходили пешком. Мы сейчас пройдем. Мы сейчас пройдем. Машины могли есть. Две машины там разъезжаются. У нас жители заказывают продукты. Туда приезжают вот за церковью к 7-му корпусу. Привозят мебель, делают ремонты. У нас там тоже свои грузовики. Мы въезжаем мимо 7-го, выезжаем мимо 1-го. Иначе мы никуда не приедем, не уедем. Там будет церкви будет нельзя подъехать, правильно? Церкви напрямую подъехать будет можно. А вокруг церкви уже нет. Вокруг нет церкви. А как мы к 7-му дому подъедем? Вы что? Предлагаю там, где управление сейчас, где находится администрация. Там дорога. Это там, где тортики. Там выезд. Мы заезжаем около 7-го корпуса. Нет, мы не можем. Там две машины, они разъедутся. Там нельзя будет. Там нельзя. Мы заезжаем к 7-му корпусу за церковью, паркуемся. А выезжаем оттуда. Да, они перекроют. Как? А мы это опять в этом замкнутом кольце? Не открывать теперь как на кольце? Нет, как сейчас? Я, кстати, правильно понимаю, что вы храм практически огородите? В течение времени, конечно. Но он запланирован. То есть вот где храм, они целиком унесут. Ну мы-то на паркуемся, 7-й дом около церкови, за домом. Да, это уже не их территория, парковка. Это храм и территория. Нет, храм огородился своим забором. Питон застройки, все. Значит, Игорь Федорович, а какие у вас сроки работы? У вас, скажите мне, пожалуйста, орден вообще получен на выполнение данных работ? Значит, работа выполняет организация строительная. Еще хуже, что ли? То есть я приостанавливаю всю деятельность надо. Это строительная организация, которая будет выполнять строительная работа. Какая организация, вы знаете, мы с вами важны. Мы обязаны были провести тендер на проведение работы. Участвовали несколько фирм, 4 или 5. Да-да-да, выберла этот тендер. Сейчас я на память помню. Он меру называется, он меру. Она там за парк маски делает, еще кто-то делает. Я по территории прохожу два раза в день. Сейчас строительство забора, сварку приостановлено. Работает несколько дней. Ничего, никакие работы не происходит. Я попрошу административно-технического инспектора участвовать в проверке подрядной организации. Пока забор бояли гастарбайтеры. Никакой официальной фирмы там не было. Я приходила, спрашивала, от какой вы фирмы, сколько вы здесь работаете. А он говорит, а я сегодня первый день. Три метра от здания, пожалуйста, начинайте реставрацию. Мы все слушаем, какую ситуацию мы имеем. А вот наши хотелки, давайте мы тоже, очень бы хотелось, чтобы вообще это все отреставрировалось, на самом деле так, как должно быть, чтобы там Ирина Трофановна нам экскурсию каждую неделю проводила. Каждый день готова. И институт реставрации у нас туда заехал и сидел бы там. И отдали бы все это доступно. Нам бы это очень хотелось, пока, пока у нас вот, вот мы с вами наметили там 10 шагов, которые надо сделать сию минуту и сейчас, для того, чтобы не потерять вообще. А вот в сказку подать мы чуть-чуть позже будем, когда сделаем хотя бы то, что сейчас вам можно сделать. Было бы идеально, если бы Валерий Юрьевич завтра переговорил с руководителями департамента имущества. Я подойду на завтра, просто чтобы он сделал звонок. Я подойду, и у нас зампрефекта, который курирует вопрос в департаменте имущества, он знает о нашей тоже встрече, я сегодня с ним переговаривала. Материалы протокола я вам сейчас скину, Александр Ивановичу за ум. И в четверг он собирается на уровень культуры, как в совещании в 2 часа. Потому что здесь сейчас вот это просто... Мы за это время все песни готовим, завтра, я думаю, они уже... Последний вопрос к собственнику, можно от жителей? А реставрация предусмотрена здание только внешне или внутри здания тоже будет реставрироваться? Но он же вам сказал, что он никакие... вообще не говорит уже на плане. Нет, абсолютно... Вы отделяете территорию, вас просили, с какой целью вы говорите? Будем реставрировать. Ну, поэтапно надо идти, сначала найти порядок на территорию, а потом... Ну, там же порядок. Вы его разрушили. Должна быть проектная документация, правильно утвержденная, на основании которой будут проводиться определенные виды работы. Мы эти вопросы зададим Ростеху в своем обращении, когда мы будем спрашивать по цели с полу. Есть ли документация по реставрации? В этой связи можно задать вопрос к умнаследию. Когда вы проверяли этот объект в последний раз, давались ли предписания, и какие предписания на какие виды работы давались? Дело в том, что, к сожалению, я инспектор по городской застройке, я помню, что я вообще не занимаюсь. Предусловилась такая ситуация, что я не был этот район, и я сегодня приехала. Но я обязательно все эти вопросы переадресую нашим инспекторам, которые занимаются... Вы знаете, вот просьба просто проверить инспектором содержание этого объекта, и выдать предписание, может даже оштрафовать. Лучше всего официально, конечно, просто на правильном обращении. Это все не займет много времени, у нас достаточно быстро все это рассматривается. А тем более инспекция выезжает просто сразу же практически. Да, вот просьба плавная. У нас в 2015 году большая дельфинский класс, мы про нас видим, они написали как непредписание, и что... Я свежела на армитражном суде всю тематику, когда они судились. Там последние суды у нас как раз где-то в ноябре, да, где-то закончилось, там дошли до Верховного суда, апелляции, касации, и все прошло. Сейчас у нас все выпуски, и там есть... Просто получается у нас компенсация, право на собственность коммерческо может сдавать, и они сдают, соответственно, получается на законных основаниях. Это половина зданий по аренду. А по факту это объекты культурного наследия, которые должны быть на тране, которым нельзя так относиться. Обязательно, там так все просто не сделали, что с этого там хочется. Это как надо все проверить, как, что вообще все получается. И никто не все не должен знать. Обязательно, должны быть, должны быть правильные обязательства, должны быть отрмечения. Лучше всего вам сейчас направить именно нашу инспекцию Мерзаяну, такой у нас заместитель руководителя департамента и государственный инспектор именно по содержанию объектов культурного наследия. И вот эти вот все вопросы, они целиком находятся в его ведении. Он зам руководителя, да? Он первый зам, да, нет, ну, по-моему, просто зам. Сейчас у нас все время все меняется. Он зам руководителя, но он главный инспектор, как вы не учите по... Сергей Михайлович. Сергей Михайлович. Какие-то предложения есть еще по... Какие обращения надо делать, какие-то вопросы подключить? Вот мы наметили, вы все слышали какие-то шаги. Лучше всего даже на какое-то совещание собрать именно с участием. Я хочу... Совещание сейчас я предложу сейчас Александру Александровичу, он в четверг будет собирать. Я сейчас ему попрошу, чтобы он... Потому что он тоже говорил... Обозначьте, пожалуйста, о чем идет речь. Чтобы получилась такая глупая ситуация, как со мной сегодня. Я приехала по территории, которая соседствует с объектом культурного наследия. Речь идет вообще сегодня не о ней. Речь идет о территории объекта культурного наследия. Поэтому я приношу свое извинение, что я просто плаваю в этом вопросе. Я профессионально к этому даже не готова. Не имею права даже давать какие-то... Мы в одном моменте... Мы вам экскурсию сейчас проведем. Я изучил решение андеградных судов. И Нижегородский АО, пытаясь оспорить их, даже пыталась суд убедить, что эти строения не являются памятниками архитектуры. Что за бред? Ну, я вам вам сейчас предоставлю. Ну, юридически поправили собственно, и их это и написано. В принципе, получается, поправили собственно, оно так и есть. Это действительно как-то собственно... Да, это какой-то... Уникальный совершенно памятник. Любыми способами понятник забрать территорию. Значит, по вопросам понятен, алгоритм наш понятен. Значит, давайте так, мы будем связь, держать, опять же, наверное, алгоритм через вас, да, по дате следующего сбора, когда мы отработаем, в каких моментах получим первые результаты. Я говорю, на этой неделе у нас в префектуре пройдет совещание, уже мы более подготовлены будем, уже заработаем. Пригласите представителей нашей инспекции. Вы проинформируете нас, что вы отправили письма в ДТМ, хорошо? Да, да. Спасибо. Одну маленькую юридическую ремарку, все-таки. Закон города Москвы, используемый в городе Москве, статья 14, пункт 3. Публичный сервисник устанавливается правым актом правительства Москвы с учетом результатов общественных решений. Никаких согласований с собственником, никаких судебных решений. «Четко и ясно сказано правым актом правительства Москвы с учетом результатов общественных решений». Это же есть постановление правительства. Сколько нам подписей надо собрать, чтобы мы как бы общественные решения? Нет, надо принести, чтобы выслушать. А мы были? А нас там не было. Нет, мы были. Там этот вопрос не ставили на голосование. Я вас очень прошу, вот такая же ситуация у нас была по транспортной схеме. Не дадут мне, ну как бы, собрать мне ваши тоже активисты, что мы максимально собирались, надо было два раза в неделю, два раза в неделю. Все приглашали и максимально были открыты. Я прошу вас не загонять нас в тот же самый угол, что было тогда, по 200 обращений в день. Пожалуйста, не надо нас закидывать каждый день. Получается, у меня сотрудник, вместо того, чтобы написать сейчас письма в департамент имущества, он должен сидеть и дублировать вам шаблонные ответы на сотню обращений одинаковых по сути, понимаете? Ничего нового мы вам не скажем, кроме того, что вы все получите на руки один и тот же ответ, потому что у нас есть срок регламенты, мы должны будем вам ответить. Я вас очень прошу, не надо, мы максимально будем вас и так информировать, будем собирать, мы в этом заинтересовываемся. Все, хотите показать значимость, сделайте хотя бы под одним письмом ряд обращений, но не вот эти обращения, которые мы физически должны потратить полдня, для того, чтобы одинаковые имеются. Вы получаете от нас, понимаете, и вы сами злитесь на вот эти ответы, что, ну что вот за формальность вы представляете, но кроме вот этой формальности пока мы вам ничего не можем... Нет, мы поняли, у нас две тысячи человек, и пенсионеры, они как бы нам не докладываются, они... Это просто пишут те запросы, кто не приходит сюда, мы не пишем, мы все просто... Но вы просто общаетесь же с... Общаетесь же с... Общаетесь же с... Общаетесь же, почитали, они давали сразу вам... Объясните, хорошо. Возможности объяснить, спасибо. Я наберу вас, спасибо. Я всех благодарю за участие. Спасибо большое, спасибо.